Строители ломают то, что еще недавно было кафе Буратино. Семь лет назад его разрешили здесь поставить. Но потом арендатор участка возвела капитальное сооружение, которое фактически закрыло вид на Волгу не только местным жителям, но и отдыхающим на набережной. Десятки судов. И теперь демонтаж. Когда я увидела, такая благодарность выше крыши. И не только от сотрудников музея, но и от родственников Федина. Вот я сегодня позвоню обязательно внучке, дочери Федина, внуку. И обязательно об этом скажу, скажу. Нина Константиновна, вы представляете, вот такая ситуация произошла, что у нас разобрали, и наконец-то Федин смотрит на Волгу. Финальную точку в деле кафе Буратино поставил 12-й арбитражный суд в июле этого года. Договор на аренду участка с предпринимателями расторгли. А вскоре Волжский суд принял решение о демонтаже. Земельный участок был предоставлен в 2003 году в аренду под размещение летнего кафе с благоустройством территории в весенний-летний период. Вместе с тем, индивидуальный предприниматель, который является пользователем земельного участка, в 2004 году построила объект капитального строительства. Затем она зарегистрировала в рекопалате через решение суда. Затем, как сносит кафе Буратино, наблюдают городские власти. С захватом земли глава города мириться не собирается. С начала года уже подано более ста исков в суд. Все парки и зоны отдыха должны быть очищены от незаконных строений. Посмотрите, какой хороший вид открывается. А вот этот не особо хороший вид, вот с этой штукой. Лишнее тоже уже. Я понял. Тем более, уже много было публикаций по поводу того, что они сбрасывают нечистоты свои. По словам Олега Грищенко, законного разрешения многолетнего конфликта удалось достичь после того, как в это дело вмешались чиновники и правоохранительные органы всех уровней. Сложный процесс пришлось пройти. Если сейчас вспоминать с самого начала, то это 2006 год. Представляете, через что пришлось пройти, сколько потребовалось времени для того, чтобы убрать вот это незаконное строение. Потому что сопротивление было огромное. Но я одно могу сказать, что в этой жизни не все деньги решают. Теперь здесь снова будет смотровая площадка, доступная людям. А скоро займутся благоустройством всей набережной. В планах посадить цветы и деревья и заменить асфальт на тротуарную плитку.